Девушки отдыхают 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 А вот у нас есть порошок. Как я говорил, надо перевести порошок в состояние геля. Ну, как обычно, используют редкие растворители в большом количестве. А у нас была разработана методика использования малого количества растворителей. 100 раз меньше. Это существенная экономия для растворителей. Это первый плюс. Далее получили гель эксклюзируем и получаем ленту. И, конечно, стадия получения сверхопрочных лент, это стадия ступенческого термоориентации вытягивания. Что это значит? Мы берем ленту, его при оптимальном условии вытягиваем, и это становится прочнее. Вот здесь мы получим ленты. Вот разные ленты, что значит ДТР, это степень витяжки. То есть 9 раз витяжки были ленты. А как вы видите из графика, с увеличением степени витяжки у нас предел прошлых растет. Теперь это весьма нормально. Чем больше вытягиваем, тем прочнее становится ленты. Вот в чем секретно. А дальше. А почему так происходит? Почему вытягиваем, и он становится прочнее? Исходная структура СВМП, она вот примерно вот такая. Если взять вот пора щит, у него вот такая структура. Что мы делаем? При оптимальном условии берем, его вытягиваем, да? Что получается? Деформируется материал, и оно переходит вот в такой же основе. Мы вытягиваем его, и вот он полностью вытягиваемся. И почему она очень прочная? Вот эта, кстати, называется такая структура фибриллятор. Потому что вот мы вытягиваем до максимума, и дальше нам надо углеродные связи как-то раз в минуту, а у нас не получится. А развивать тем более еще хуже, еще труднее. Поэтому данный материал очень прочный. Сейчас я говорю о схемах, а тут реально на фотографии. Можем увидеть вот эти фибриллы, о которых я говорил. А вот тут структура фибрилл, да? Фибрилл в расстоянии. То есть микро, нано и так далее. Что вам напоминает вот такая структура? Что мы уже знаем? На что похожи? Мышцы. Ну, голос, девушка сказала, ты, молодцы. Но это не голос, а еще что? Фромонарк, там, роз. Мышцы, мышцы, кто сказал? Я тебе говорю, герман. Да, реально похоже на структуру вещества. Зачем я это сказал? Мы можем данный материал использовать как искусственные мышцы. А как мы знаем, вот, что является движущей силой, так сказать, наших мышц. Импульсы, да? Мы, как-то там, наши мозги идут импульсы, мышцы, там, так, красаются и не расслабляются и так далее. Мы можем только так использовать данный материал. А в качестве движущей силы можем использовать его свойство, эффекты памяти форм. Мы можем использовать лишний раздражители, заставить материал там сокращаться, выклиняться и так далее. И вот такие мышцы можно использовать для робототехники. Почему? Как мы знаем, для движения робота ставят разные моторчики. А моторчики у них, наверное, есть какой-то шаг, да, движение. Поэтому роботы, как это двигается, неестественно. А если будем использовать искусственные мышцы, у нас будет робот, который будет двигаться так же. Как человек, танцевать, танец живота, например, и так далее. И в заключение я хотел пройти с вами стих монаха, для моего соотечества. Хорошо, стихи. «Был всегда от любви в груди моей тесно. Целый век включал я обращения в сферы небесные. Взгляд назад я разорил весь свой жизненный путь, и теперь мне известно, что мне ничего не известно». Спасибо. Спасибо. Спасибо.